Привет, дорогие друзья! Начали мне бросать некие комментарии мои. Ну и ссылку начали бросать на одного человека, а человек меня заблокировал, я его не вижу. То есть, что такое? А потом разобрался и посмотрел. Комментарии вы сейчас уберите детей, потому что я буду зачитывать так, как оно звучит. Ну и может быть не так, но вы увидите. Дмитрий Стешин. Дмитрий Стешин это российский журналист. И он размещает мои ответы. Вот, размещает. Российским поклонникам Шария на заметку. И здесь мои комментарии. Не москаль, пидорашка. Ну так, по дружбе пидорашка. Дальше посылание далеко. А почему русских нельзя назвать кацапами, да? Макшой, пидорашками. Не знаешь почему? Вот такого рода комментарии. И, ну то есть, я понял, что он сделал. Они нарезали их. Он, наверное, сотоварищ или может быть сам старался. И соединил в одно. Разместил. Я знаю, что это за комментарии. К этому статусу. Мое отличие от многих антифашистов с самыми СССР и гербами, называющих украинцев хохлами, а Украину хохляндией. Я никогда не назову Россию рашкой, а русского кацапом. Через две недели они будут праздновать победу над нацизмом, не усматривая в этом противоречия. Я уже много-много месяцев, лет, лет замечаю, что последним аргументом человека, которому нечем крыть, является отсылок к национальности человека. То есть, к украинской национальности. Это типичное украинство. Это нормальный комментарий, да? Хохол он хохол и есть. Ну и так далее, да? Я, в принципе, такое видел, когда начинают то же самое в адрес евреев, да, жиды. Вот, жиды, они есть жиды и так далее. Жидовство, ну и тому подобное. Но что произошло в этом случае? И почему вдруг Шарий, который написал такой статус, который, по идее, должен вразумлять людей, касательно того, что нельзя называть Россию рашкой, Украину хохляндией, да? Ну нельзя так делать. Почему вдруг такие комментарии? А комментарии вырваны из контекста. И вот у Стешина нашлось два человека. Во всяком случае, я увидел только двух людей, которые написали выбирать нужные твиты Анатолия Шария, как раз в духе российского пропагандиста. И он здесь приводит полный текст. Мое отличие от ра-та-та. А со мной начинают спорить. А почему хохлов нельзя называть хохлами? Это не мы придумали, эта история. Я пишу. А почему русских нельзя кацапами, макшой, пидорашками? Не знаешь почему? Но вам не показывают контекст. Стешин вырезал мои ответы касательно того, что почему хохлов нельзя хохлами? Я имею в виду, потому что нельзя русских называть пидорашками, да? А почему русских нельзя пидорашками? И так далее. Вырывает из контекста. Искармливает своей аудиторией. По сути, аудитория, если бы была чуть поумнее, да, то их бы заинтересовал первоисточник. А что это за... Чего это вдруг Шарий начал наступать на горло собственным принципам? И именно оскорблять людей, в частности русских, да? По принципу их национальности. Боже мой, ведь это Шарий выступал против вата-шоу. Писали заявления касательно вата-шоу. Ольга Шарий, да? Что случилось? Но их это не интересует. Они не идут на первоисточник. Второй человек, который это заметил. Это единственный, кого я увидел, что кто-то задумался, что происходит. Это вырвано из контекста. Видите, даже лайков нет. Это вырвано из контекста. Они вырвали из контекста. Соорудили, соорудили и сказали, смотрите, как Шарий. Видите, что он? Это та же самая схема, по которой сейчас распространяется великолепная информация о том, что для Шария Бандера герой. И когда ты им говоришь, приведи хотя бы один пример, когда бы Шарий говорил, что Бандера герой для него, или там не преступник для него, да? Они затыкаются моментально. Это и есть пропаганда. И когда говорят, эээ, там украинская пропаганда, а вот там-то... А российская пропаганда, чем отличается вот от украинской пропаганды? От того, с чем я постоянно боролся? Есть разница? Существенная разница, серьезно? Ведь этот Стешин, это же боец пропагандистского фронта. Что за... Что происходит? Зачем он это сделал? В семнадцатом году я посмел задать вопрос. Дмитрий, извините, это ведь вы рассказывали шокирующую историю о том, как пассажиров автобуса в Волновахе вывели и расстреляли. Это именно он рассказывал шокирующую историю о том, как пассажиров вывели и расстреляли. Но он запомнил. И вот это вот страшная месть спустя два года. Ребята, вам на голову выливают пропагандистские помои. С одной стороны глушат, с другой стороны глушат, считая вас дегенератами, нарезая посты, вырванные из контекста, и скармливая вам. Я не знаю, с какой целью сейчас пошла такая глушила вам. И мне, в принципе, неинтересно знать. Я хочу, чтобы вы просто помнили одно. Вас обрабатывают и с той, и с другой стороны. Ничуть не меньше. Пытаясь показать... Вот, посмотрите, в чем отличие? Прокуратура собирается возбуждать против меня дело о разжигании межнациональной розни. И казалось это полностью безумие. Но здесь представляет то же самое. Смотрите, вот, видите, как он оскорбляет русских. Видите? Твари. Просто позорные твари. Вот и все. Ну, просто позор. Я выдерживаю любые атаки. Любые. И выдержу любые атаки. Потому что я четко уверен, что сила исключительно там, где правда. Со мной правда. Значит, со мной сила. А вот такие лжецы в итоге окажутся на помойке истории. Там, где им самое место. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова